Всем привет, друзья! И сегодня настал тот день, когда мне нужно покормить паучков. Ну что ж, погнали! А перед тем, как покормить пауков, я хотел бы рассказать вам одну новость. У меня на две с половиной недели назад, примерно где-то так, полинял паук-псалмопеус-эрминия. Это вот эта вот самка, которая сидит сейчас вот в этом вот паучатнике. Вот она. Вот, и полиняла она буквально две с половиной недели назад. Какая линька, я по счету не знаю. Примерно восьмая-девятая. Вот, и с того момента, как она полиняла, я ее не кормил. И сейчас мы будем этим заниматься. Но прежде чем кормить, я хотел бы вам показать то, как паук сам оплелся. Потому как очень интересно, что до момента, пока паук не полинял, свое жилище паук не обустраивал, не оплетал ничего. А ведь, как известно, перед тем, как пауки линяют, они заранее подготавливают свое место. То есть, на каком-то участке субстрата делают такой небольшой коврик из паутины, и потом уже переворачиваясь на спинку, линяют. То есть, получают, собственно, вот эту вот шкуру. Эта шкура называется экзувий, или же по-английски молд. И вот, как мы можем заметить, здесь осталась паутина, и плюс паук здесь оплел небольшой такой, как бы, туннель. Такой, как бы, воздушный такой кокон, в котором паук, собственно, и сидит. И с того момента я его не кормил, с момента, как паук перенял. И сейчас мы будем кормить паука. А кормить мы будем просто обычными мраморными тараканами. Итак, я поймал одного таракашика, достал из контейнера, в котором они у меня живут. Вот, посадил его в временную такую баночку. И сейчас будем кормить. Возьму пинцет подлиннее. Откроем емкость. И сейчас я вам покажу, чтобы вам было лучше видо настроить камеру. И сейчас мы с вами покормим этого паука. Сейчас я пинцетом попытаюсь поймать этого, поймал тараканчика, и будем его отправлять на смертушку. Ну давай же. Она не проявляет никакого интереса к этому таракану. Вот, я вам сейчас покажу. А, все-таки поймал, все-таки съел. Я вам сейчас разверну паучатничек, чтобы вам было лучше видно. Итак, самочка Псламопео-Сарминия у нас отобедала. И теперь мы переходим к следующему пауку. И следующий паучок, которым мы с вами покормим, это хитроспудра макулята. Кормить мы будем его все тем же мраморным тараканом, коих я закупил достаточное количество, чтобы пауки всегда были сыты и довольны. Также ванночка. Все туда же посадил таракана. Открываем контейнер. Как я читал на формах, этого паука практически невозможно перекормить, потому как этот паук прожорливый и практически никогда не отказывается от еды. И сейчас мы это с вами проверим, будет ли паук кушать, потому как я его кормил примерно неделю назад. С момента, как я приобрел этого паука, этот паук у меня не линял. Готовится он к линьке сейчас или нет, я не знаю, потому как здесь мы видим, паук обильно оплелся и вылезает очень редко. Поэтому наблюдать за его изменением в окрасе я, к сожалению, на данный момент не могу. И давайте попробуем покормить. Что-то паук не спешит выбраться из своего паутиного укрытия, чтобы отобедать с сочным таракашком. Я на всякий случай паучатничек закрою. И давайте посмотрим, будет ли паук сейчас кушать. Вот мы видим с вами тот самый таракан и паук в самом-самом низу. Если вы внимательно присмотритесь, то в нижней части, вот здесь вот, видно лапку паука. Вот это вот темное такое маленькое пятнышко, это и есть лапка паука. Ладно, так можно ждать вечность. И сейчас я оставлю таракана вот в этом паучатнике и вернемся к пауку этому чуть попозже, после того, как покормим других. Потому как на данный момент я вижу паук не сильно голодный и не спешит охотиться за тараканом. Ну а следующий паучок у нас будет Nanduhromatus. Достаточно красивый, интересный паук. На данный момент это один из моих интересных наземников. Даже, я бы так сказал, самый интересный представитель из всех наземников, которые сейчас у меня есть в коллекции. И, наверное, это мой самый любимый паук. Потому как другие децееды-наземники, которые у меня имеются в коллекции, они недостаточно активны и растут очень долго. А этот паук Nanduhromatus у меня успел уже перелинять один раз и пока еще ни разу не отказывался от еды. Опа-опа-опа! Как мы видим, паук. Хитерый скодер Макулята взял своего таракана. Я только сейчас это заметил, не успел это заснять букву. Даже не знаю, как вам это показать получше, чтобы было видно. Хитерый скодер Макулята у нас взяла своего таракана. Не отказалась от приема пищи. Вон она внизу. И сейчас она там готовится к приему своей пищи. Ладно. А мы переходим к этому пауку Nanduhromatus. Итак, содержу этого паука я вот в таком временном контейнере, потому как большая площадь этому паука не нужна, паук еще маленький. Кормить будем все тем же взрослым тараканом. Паук еще маленький и не так давно он у меня линял. После линьки за все это время он у меня поел всего лишь один раз. Он достаточно паук, достаточно худенький, и поэтому я думаю, что вот, как мы видим, паук не отказался от еды. Будем откармливать этого паука, чтобы быстрее рос и набирал цвет и размер. Ну, собственно, видео про этого паука я уже снимал, и заострять особое какое-то внимание мы на нем не будем. Ну, а следующий наш восьмилапый участник на кормление – это Пецлотерия Фациата. Об этом пауке ролик я уже снимал. Паук достаточно опасный и очень активный. И относится к числу древесников. Живет он у меня вот в такой вот маленькой таре. Паук еще совсем маленький, и кормить мы будем паука соответствующим кормовым объектом. То есть я подберу тарика, подобрал уже тарика по размеру. Паук это тоже очень интересный, еще ни разу у меня от еды не отказывался, и по крайней мере всегда сидит у меня на виду. То есть всегда его могу увидеть на стенке террариума. Я все жду, когда этот паук полиняет, потому как линял он у меня уже давно, и вот жду не дождусь, когда же он перейдет на свою следующую линьку. Возможно, сейчас паук откажется, но еще ни разу не было случаев отказа от еды. Фух, какой паук активный. Вы видели, как он схватил? На пинцете даже повис. Очень интересно. Очень быстрый. И его достаточно интересно таки кормить, в отличие от других пауков. Та же Брахипельма Эмилия, Брахипельма Боэми, которые напрочь отказываются от еды, и очень-очень-очень долго растут. А этот же паук, как мы видим, не отказался от еды, что здорово. И следующий паучок на кормление, это Птеренахилус Муринус. Содержится он у меня вот в такой вот таре невысокой. Это норный паук. И очень-очень-очень много плетет. Вы видите, как внутри в этой баночке уже все практически оплетено. Паук здесь сделал такую небольшую норку, в которой он, собственно, и прячется. Но если паука не тревожить, то паука можно застать всегда врасплох. И всегда он сидит на виду, если паука не тревожить. Паук у меня линял достаточно давно, и все, я жду, не дождусь, когда же паук у меня полиняет. И давайте сейчас тоже покормим этого паучка. Паучок небольшой, и возьму я тоже для него соответствующего размера кормовой объект. Давайте сейчас вместе с вами откроем аккуратненько эту баночку. Паук очень-очень быстрый, поэтому действовать тут надо крайне осторожно, потому как этот паук не рекомендуется новичкам. Паук на любое касание до паутины и на любое движение, если даже вы коснулись баночки, активно реагирует. Поэтому в данном случае нужно действовать очень-очень аккуратно, потому как если паук выбежит из своей норы, он может очень-очень быстро выбежать и вы сможете его легко потерять. Чего бы мне не хотелось. Наплел тут паутины прям до самой крышки. Паука здесь я не наблюдаю, возможно он сейчас линяет, я не знаю. Я сейчас закину сюда таракашка и посмотрим, выбежит наш паучок или нет. Появилось небольшое шевеление под паутиной. Где-то вот в этой области паук зашевелился. Давайте подтолкнем немножко таракана. Ведь хочется вам показать, как пауки кушают. И весь этот процесс довольно-таки интересный, потому как если посмотреть зарубежных блогеров, то их кадры завораживают. Хочется и вам тоже показать такие же красивые кадры по кормлению пауков, но к сожалению, что-то как-то на данный момент пауки отказываются от еды и что-то не хотят никак. Вон, 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 показалась уже лапка паука. Видим, вот здесь вот. Видно? Лапку паука. Сейчас мы таракану немножко попробуем зашевелить. Не хочется, чтобы таракан выбрался. Совсем не хочется. Вот-вот-вот. Внизу вы можете видеть, паук взялся за таракана. Вот здесь вот сидит наш паучок. Но, к сожалению, на данный момент паук почему-то спрятался в своей норе. Возможно, из-за света лампы, из-за того, что я еще потревожил его баночку. Вот, паук у нас схватил добычу и уволок ее в свою нору. Хотя обычно паук добычу никуда не уволокивал у меня и всегда кушал вот здесь вот на поверхности и всегда было за этим интересно наблюдать. Но в данный момент почему-то паук захотел именно спрятаться там и утащить добычу к себе в нору. Ну что ж, давайте еще попробуем покормить наших скорпионов, которых у меня осталось три штучки. Эту емкость мы закрываем и переходим к нашим скорпионам. Как я говорил, у меня осталось всего три скорпиона. Это два гетерометрус спиннифера. Вот они. И один гетерометрус петерси. И давайте покормим первого гетерометрус спиннифера. Вот он, маленький, уже побежал. Вот он, наш гетерометрус спиннифер. Кормил я их достаточно давно уже. Уже, наверное, недельки-две назад. И сейчас мы попробуем покормить его еще раз. Пауки маленькие, поэтому соответствующий по размеру кормовой объект будет. Я подготовил уже трех тараканов. Вот такой вот маленький таракаш будет. Фокус. Ну, не важно. Сейчас я покину скорпиону таракана и посмотрим, будет ли он его. Будет ли скорпион, посмотрим, будет ли скорпион сейчас его кушать. Будет ли охотиться. Да, отлично. Скорпион взял свою добычу, но при этом ее отпустил. Почему-то малыши довольно-таки пугливые и очень быстро, легко отпускают свою добычу. Не знаю, с чем это связано, конечно. Очень тяжело скорпионов на самом деле кормить. Не помогай. Еще раз дали возможность скорпиону схватить свою добычу. И все. Пошел хомячить. Что называется. Ладно, не будем скорпиона пугать и тревожить. Лишний раз пусть кушает. Закроем его. Положим ему на место укрытие. Это вот такая вот маленькая кора. Все. Пожелаем скорпиончику приятного аппетита и вложим укрытие на место. Странно, что скорпион сейчас отпустил таракана. Очень пугливые. Очень пугливые. Таракану Присаживаю пугливый. Далее я поднимать. Курим протест пусть Пугливые. Это приятные Первая и вторая линка Все скорпионы у меня пока еще маленькие Покупал я их малышами Еще ни один не полинял Взял подходящего по размеру таракана И закидываем его скорпиону Этот скорпион даже впустил в ход свое жало Все скорпион схватил свою добычу И уже принялся ее употреблять Следующий скорпион гетерометрус петерси И остался последний таракан Которого я сейчас сюда его выкидываю Скорпион сейчас прячется вот здесь В своем укрытии И туда же залез таракан Но как я наблюдаю Скорпион даже не пытается Схватить свою добычу Два других представителя гетерометрус петерси Очень легко и быстро поймали свою добычу Почему не хочет гетерометрус петерси Я не знаю Хотя кормил я их одинаково Тараканы я оставлю в контейнере И не буду тревожить скорпиончика Друзья, ну вот мы с вами покормили Пять паучков и трех скорпионов Но это не вся коллекция пауков Которые у меня имеются Как вы видите, там стоят еще другие паучатники Но тех пауков Которые сейчас находятся в тех паучатниках Я бы вам не смог показать И заснять о них что-то интересное Потому как я их кормил уже ранее И на данный момент они бы отказались от еды Но я заснял видосик Который вы увидите в конце О кормлении еще двух пауков А векулярии версиколор Двух маленьких малышей Которые так охотно и с аппетитом Съели двух тараканов Ну и напоследок, друзья Хочу сказать такую новость Я хочу, чтобы добиться от канала Десяти тысяч просмотров за весь промежуток И за все видосы, которые у меня были За весь большой промежуток И со всех видосов в общей сложности Добиться десяти тысяч просмотров Тогда я смогу подключить монетизацию К своему каналу И как-то дальше развиваться Делать более интересные и годные видосы Поэтому максимально прошу Репостить какие-то мои видосы Может быть Рассказывайте друзьям И тогда мы сможем увеличить Число подписчиков на моем канале И я смогу подключить монетизацию Наконец-таки Чертову монетизацию смогу подключить У меня также есть Группа ВКонтакте Ссылочку я оставлю в описании И там я пощу всякие интересные посты Связанные с пауками И другими животными Поэтому не забывайте подписываться Ставьте лайки И до скорых встреч Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok